Сегодня я вам расскажу о высокомощностной брахотерапии в комбинации с тазовой лимфоденоктомией. Брахотерапия сегодня активно используется в лечении ракопредстательной железы. В монорежиме брахотерапии используется у пациентов низкого и промежуточного благоприятного риска прогрессирования. В комбинации с дистанционной лучевой терапией у пациентов промежуточного неблагоприятного и высокого риска прогрессирования. Впервые об использовании контактной лучевой терапии было сообщено в 1911 году. В то время радио обводили через уритральный катетер. Первую транспиринальную имплантацию радио произвел Хью Хептон Янг в 1917 году. И данным методом он пролечил 500 пациентов, сообщая об удивительном исчезновении опухолевого поражения предстательной железы и семенных пузырьков. Однако данный метод не получил широкого распространения, так как на тот момент рак предстательной железы считался радиорезистентной опухолью. В 1952 году Флокс разработал метод постановки радиоактивных источников золота в ткань предстательной железы. Сообщалось о хороших результатах локального контроля, однако данный метод сопровождался большим количеством осложнений со стороны прямой кишки. И следующим шагом в развитии брахотерапии и в лечении рак предстательной железы был 1970 год, когда Уитмар и Реншки Хиларис разработали метод имплантации радиоактивного йода в предстательную железу, одновременно выполняя при этом двустороннюю тазовую лимфодисекцию. Ознакомившись с литературными данными, мы тоже решили провести исследование в рамках нашего центра. И первоначально по нами было пролечено 8 пациентов с промежуточным неблагоприятным прогнозом с помощью низкомощностной брахотерапии в комбинации с лимфоденоктомией. На сегодняшний день все пациенты живы без рецидива заболевания. И после внедрения в нашем центре высокомощностной брахотерапии, данные исследования мы проводили на первом этапе лечения, выполняя тазовую лимфоденоктомию, а на втором – сеанс высокомощностной брахотерапии с использованием ИРИДИ-192. Таким образом было пролечено 17 пациентов. Средний возраст пациента составил 63 года, инициальный ПСА был 12. Пациенты относились к группам промежуточного и высокого риска прогрессирования. Всем пациентам выполнялась тазовая лимфоденоктомия. 12 пациентам была выполнена высокомощностная брахотерапия в комбинации 19 грей за одну фракцию, и 5 – высокомощностная брахотерапия в комбинации 2 фракции по 15 грей. Медианное наблюдение составило 63 месяца, и за время наблюдения было выявлено рецидивы у 10 пациентов. У 9 в группе 19 грей за одну фракцию, и у 1 пациента в группе 2 фракции за 15 грей. Пациенты относились к группам промежуточного и высокого риска, и локальный рецидив был выявлен у 6 пациентов, у 4 – локорегиональный. В плане лечения рецидивом 4 пациента была выполнена простатоктомия, 2 пациентам – дистанционная лучевая терапия в сочетании с гормональной терапией, спасительная брахотерапия была выполнена 1 пациенту с локальным рецидивом, и 3 пациентам было назначено проведение гормональной терапии. На сегодняшний день все пациенты живы без признаков рецидива и прогрессирования заболевания. В качестве выводов хочется сказать о том, что брахотерапия является на сегодняшний день эффективным и безопасным методом лечения локализованного ракопредстательной железы, и при проведении нашего исследования, при выполнении брахотерапии в сочетании с лимфоденоктомией, мы сделали вывод о том, что режим 15 грей за две фракции показал себя более эффективным для локального контроля ракопредстательной железы. Спасибо за внимание. Елизавета Олеговна, спасибо большое. Коллеги, есть ли вопросы? Можно я вопрос задам? Елизавета Олеговна, спасибо за интересную информацию. Я правильно понимаю, что 4-5 недель – это интервал, который нужен был для получения гистологического заключения и принятия решения о дальнейшей тактике? Елизавета Олеговна, спасибо большое за вопрос. Ну и послеоперационный период нужно было выждать и получить гистологическое заключение. По заключению, которое мы получили, у ни одного пациента не было выявлено метастазов в лимфатических узлах. Ни одного? Ни одного, да. Поэтому всем выполнилось брахотерапию. А вот если бы они были выявлены, это повлияло бы на ваше решение о проведении брахотерапии? Думаю, что да, повлияло бы. Елизавета Олеговна, скажите, пожалуйста, когда вы планировали исследование, вы провели 17 пациентов. Сколько ожидали вы у этих больных? В каком проценте случаев поражения лимфоузлов? В студии, в студии, в студии, в студии, в студии Михайлович. Хорошо. А вы не получили, но только 17 больных было включено, у всех Н0, правильно я понимаю? Да, у всех Н0. Ни у кого ничего не обнаружено? Нет. Еще один вопрос. Скажите, вот после рецидива проводилась, кому-то проводилась простатоктомия, кому-то дистанционная лучевая терапия. Выбор метода лечения после развития рецидива, как, на чем основывался? Если это был локальный рецидив без поражения лимфатических узлов, то это проводилась либо простатоктомия, либо спасительная брахотерапия. А если у пациентов был выявлен локорегионарный рецидив, это было у четырех пациентов, то дистанционная лучевая терапия в комбинации с гормональной терапией. Я извиняюсь, а локорегионарный рецидив был где? В удаленных лимфоузлах или что такое значит? В лимфоузлах, получается, недостаточный объем лимфодисекции был у нескольких. А какой тогда, хорошо, какой объем лимфодисекции выполнялся этим больным? Расширенная лимфодиноктомия. От какого уровня? От внутреннего пахового кольца до бифуркации общей подвздошной артерии. До бифуркации общей подвздошной артерии. Спасибо. Еще один вопрос, продолжение вопроса Александра Михайловича. Пациенту, которому выполнялась спасительная высокомощностная брахотерапия, после высокомощностной брахотерапии, там какой интервал первичного лечения прошел? Спасибо большое за вопрос. Я сейчас затруднюсь ответить. И были ли у этого пациента какие-то лучевые реакции? Лучевых реакций не было. Потому что доза облучения, по сути дела, за 2, за 3 или за 4 фракции колоссальная суммарно. Это, получается, 3 фракции было, потому что рецидив был в группе 19 грей. Изначально была одна фракция, поэтому 3 фракции было у пациента всего лучевой, но лучевых реакций не было. И локальные рецидивы вы как-то верифицировали перед спасительными методиками простатоктомии или брахотерапии? Спасибо за вопрос. Да, выполнялось гистологическое исследование. Благодарю. Елизавета Олеговна, если позвольте, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, а Вы анализировали факторы прогноза? Да, группа небольшая, но, тем не менее, результаты, прямо скажем, так себе. Промежуточный прогноз у Вас 5-летнее медианное наблюдение и 50% безрецидивная выживаемость. Это как-то плохо. Вы говорите, что брахотерапия – это хорошо, а я смотрю и думаю, что плохо. И более того, как хирург, у меня вопрос. Если Вы сделали уже лапароскопическую тазовую лифодисекцию, что помешало потратить еще 30 минут на удаление простаты? Но это не к Вам вопрос, я так понимаю. Но, тем не менее, давайте попробуем подискутировать. У Вас есть группа пациентов. Во-первых, не мешало бы сравнить их с группой хирургии и просто лучевой терапией. Это было бы здорово, это украсит Вашу работу. А во-вторых, проанализировать, почему такие результаты получились не очень хорошие, на мой взгляд. Может быть, там есть какие-то факторы, которые Вы не учли при отборе пациентов. То есть надо попробовать провести анализ факторов прогноза, что там повлияло. Глисон, количество биоптатов, уровень ПСА, объем простаты. И, может быть, это все повлияло. Попробуйте выяснить, было бы здорово. И заодно ждем публикации, если удастся это все делать. Один из предположений, мы думаем, что, может быть, повлиял выбор режима брахотерапии. Потому что в монорежиме мы тоже получили результат, при использовании брахотерапии в монорежиме, что проведение однофракционных режимов сопровождается большим числом рецидивов. Поэтому здесь тоже рецидивы, большое число рецидивов было в группе 19 грани. Поэтому, возможно, повлиял именно выбор режима брахотерапии. Как одно из вариантов. Я вот к тому, что надо это доказать. Спасибо. Спасибо.